И вот на тот момент мы терпим вот эти притеснения от этой империи, и какая-то другая страна нападает на эту империю. Разумеется, для нас первая наша мысль была в том, что это для нас союзники. Гитлеровская Германия для нас воспринималась как союзники, потому что они напали на нашего врага. Ас-саляму алейкум. Тумсо, почему не вешаешь флаги Чкери? Ты же гражданин Чар'и или гражданин фашистской России? Ва алейкум ас-салям. Какое отношение у чеченцев ко Второй мировой войне? Сохранят ли чеченцы память о ней после обретения свободы? Считаются ли погибшие чеченцы в этой войне в своем народе героями? Очень хороший вопрос. Отношение чеченцев ко Второй мировой войне, оно не такое, как у россиян, и тем более не такое, как навязывается российская пропаганда. Для чеченцев обе стороны в этой войне являются злом. Причем это, возможно, будет резать слух многим, особенно европейским зрителям. Но гитлеровская Германия для чеченцев является меньшим злом. Как бы это странно для европейцев не звучало. И это очень легко объясняется. Дело в том, что каждый человек, каждый народ, он судит непосредственно из своих интересов, исходя из той боли, которую он испытывает. И от кого он ее испытывает? И вот если для евреев, безусловно, бесспорно для них абсолютным злом является гитлеровская Германия, а Советский Союз был для них союзником или даже освободителем, то у чеченцев ровно наоборот. Для нас, нашим абсолютным злом для нас являлся и Советский Союз, сегодня Россия. А от гитлеровской Германии мы никакого конкретного зла не получили. Понимаете? И это не значит, что мы считаем гитлеровскую Германию хорошей страной или добром в этом противостоянии. Конечно, нет. Просто вы должны понимать, что для нас наша боль, она гораздо более ощутимая, она для нас ближе, нежели боль кого бы то ни было другого. Но при этом мы не обесцениваем, конечно, чужую боль. Поэтому отношение такое. Для нас большим злом является Советский Союз, от которого мы получили очень много бед, страданий, геноцид, 44-й год, высылка. Вообще, сама эта империя, которая как-то эволюционировала, революционировала, была сначала Российской, стала Советской, сейчас снова Российской. Для нас это все одна страна. От того, что она меняет название или государственный строй, ничего от этого не меняется для чеченцев. Это для нас враги. С того момента, как они начали свою экспансию на Кавказ. Завоевательные свои походы. И вот на тот момент мы терпим вот эти притеснения от этой империи. И какая-то другая страна нападает на эту империю. Разумеется, для нас первая наша мысль была в том, что это для нас союзники. То есть, гитлеровская Германия для нас воспринималась как союзники. Потому что они напали на нашего врага. Того, кто нас оккупировал, того, кто нам навязывает свои законы, свои устои. Тот, кто нас притесняет, вытесняет наши обычаи, нашу культуру, наш язык. Пытается нас фрусифицировать. Пытается сделать нас какой-то одной серой массой. Не приемлить нашу религию, наши обычаи и так далее. То есть, для нас это первое впечатление от этого было именно такое. Что, ага, на нашего врага напал какой-то третий игрок. И этот третий игрок очень мощный. И мы должны этим воспользоваться. В данном случае мы должны выступить на него союзниками. Поэтому вот такое было изначальное отношение. Тогда, конечно, не было развито ни СМИ, ничего подобного. Чеченцы, конечно, не знали, понятия не имели о том, что творят эсэсовцы на территории Европы про эти концлагеря, про уничтожение евреев, остальных, про май кампф. Понятно, что у нас никто этого на чеченском языке не издавал, мы это не читали. Поэтому мы, конечно, этого не знали. Какое у нас отношение к тем, кто оказался в рядах Красной Армии по принуждению, будто добровольцами, по своей доброй воле. Отношение к ним нейтральное, скажем так. К ним отношение нейтральное. Они не являются для нас героями однозначно, но не являются и врагами. Мы к ним относимся как к тем, к людям, которые, ну, оказались в этой армии не по своей воле. Мы вот так к ним относимся. Как к людям, которые до конца не разобрались в том, что происходило. Как мы относимся к тем, кто сражался тогда против советской армии, вот к ним мы относимся с уважением. Они для нас являются героями, они для нас почитаемы. И не важно, что это тогда могло восприниматься как союзничество с гитлеровской Германией. Гитлеровская Германия еще не враждовала с Россией и Советской империей, когда мы с ней враждовали. Поэтому для нас это борьба с момента вторжения империи на нашу территорию. А когда кто-то еще присоединяется к этой борьбе, то для нас он просто временный союзник. Вот так именно воспринималась гитлеровская Германия. Сейчас, по прошествии столького времени, каково у нас к этому отношение должно быть? Отношение, безусловно, как к сражению двух зол. И из этих двух зол для нас наименьшим являлась гитлеровская Германия. В этом нет никаких сомнений. Советский Союз для нас большее зло. Это империя зла, это наш непосредственный враг, это та империя, которая уничтожила половину практически нашего населения и продолжает до сих пор уничтожать. Это те, от кого мы никак не можем избавиться. Это те, с кем мы воюем за свою свободу уже на протяжении 400 лет. Поэтому, безусловно, Советский Союз является для нас главным врагом. Являлся и сегодняшняя Россия является для нас главным врагом. Но пока они не оставят нас в покое. Как они оставляют нас в покое, все, вопрос как бы решен. Дальше мы можем развивать какие-то свои отношения международные, партнерские, какие угодно. Но сначала нужно прийти к миру. Так, у нас что-то было в эфире. Как относишься к Бабицкому? Но, учитывая его дальнейшее общение с Кадыровым, думаешь, он делает это вынужденно? Или же он такой же российский империалист? Насколько я знаю, он уже умер, Чермо. По-моему, недавно было это сообщение. Он где-то проживал на территории Донбасса и он вроде как умер. Мое отношение к нему негативное. Как раз из-за того, что он стал делать после вторжения России в Украину. Все то, что он делал, это было на руку России. Он стал таким типичным российским пропагандистом. Поэтому отношение к нему, конечно, крайне негативное. Ну, если бы у меня за спиной был флаг фашистской России, тогда твой вопрос был бы актуален. Как ты видишь, у меня нет никаких флагов. Я пытаюсь как-то без вот этой политической составляющей пока вести свою деятельность. Так как, на мой взгляд, когда ты садишься на фоне флага своего государства, это уже немножко другой уровень. Конечно, это мои личные ощущения. Конечно, я бы мог на фоне своего флага говорить то, что я хочу. Но я к этому отношусь уже с такой большей ответственностью. И считаю, что когда ты садишься на фоне своего флага, это уже как-то сложнее просто говорить, выражать свои мысли. Так что я не хочу. Пока я этого не хочу. Если я когда-то займусь какой-то политической деятельностью, то, может быть, я сяду на фоне своего флага. Субтитры создавал DimaTorzok